Добрый вечер! Вы смотрите новости телекомпании САМПО в студии Наталья Порокова. И сначала коротко о некоторых темах этого выпуска. Наши жители, кто вошел в комитет общественного контроля, показали свою дееспособность, эффективность. Итоги деятельности нового института общественного контроля подвели в Карельском правительстве. В данных условиях выходить на лед нельзя. Рыбалка со смертельным исходом. Только в декабре этого года провалились под лед и погибли три жителя республики. В основном этот спектакль про одиночество. Хотя по жанру это комедия. В эти выходные в Театре драмы творческая мастерская состоится премьера комедии «Баба Шанель». Коммунальщики энергетики Карелии к новогодним праздникам готовы. Таков итог заседания Республиканской межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода. Государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения во время новогодних каникул будет проводить ежесуточную обработку оперативных данных и обеспечивать круглосуточное дежурство бригад. Подготовлена необходимая техника для восстановительных работ, создан запас материалов. Также созданы запасы топлива на объектах энергоснабжения, готовые резервные источники, дизельные генераторы. На всех предприятиях разработан график дежурств аварийных бригад. Проведена вся подготовительная работа по обеспечению пожарной безопасности праздничных мероприятий. Под особый контроль взяты детские праздники. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, потратить на новогодние торжества россияне готовы в среднем 8 113 рублей. В прошлом году эта сумма составляла 7 428 рублей. В основном расходы пойдут на подарки, в среднем чуть меньше 3 тысяч. На новогодний стол россияне планируют потратить также чуть меньше 3 тысяч рублей. И сегодня мы хотим спросить у вас, сколько вы планируете потратить на Новый год? Голосуйте на нашем сайте сампо.тв. Итоги по традиции подведем завтра, а пока продолжаем выпуск. Благоустройство, медицинское обслуживание, дороги и не только стали направлениями работы участников общественных комитетов, созданных во всех районах Карелии в этом году. Об итогах деятельности этого нового института народного контроля говорили сегодня в стенах правительства Карелии. О том, чего удалось добиться и на что предстоит обратить внимание в нашем следующем материале. О важности общественного контроля над властью сказал президент Путин в своем послании Федеральному собранию в декабре этого года. В Карелии же работа в этом направлении началась еще в начале года, когда в Сигеже был образован первый общественный комитет. Сейчас они работают в каждом районе, и их главная задача – координировать деятельность органов власти в соответствии с первоочередными нуждами простого народа. И опыт этот, как показывает практика, удался. Наши жители, кто вошел в комитет общественного контроля, показали свою дееспособность, эффективность. Не нужно власти петь дифирамбу, нужно действительно совместно с властью, консолидируясь, решать те проблемы, которые сегодня необходимо решать. Будь то маленький населенный пункт, где там несколько домов, будь то крупный населенный пункт, где проживают десятки тысяч, или петрозавод, где проживают 270 тысяч без малого населения. Первый год работы, по сути, пробный, но весьма удачный. И уже в 2014-м роль общественных комитетов должна вырасти. Нужно что-то менять, об этом говорил президент в первой части своего послания. Нам с вами нужно тоже активно включиться в эту работу. Сегодня комитетом по работе с органами местного самоуправления правительства Республики Карелия вместе с органами местного самоуправления готовится предложение по изменению федерального законодательства. К слову сказать, свою роль в законотворческий процесс уже успел внести Сигежский общественный комитет. Его предложения, касающиеся изменения нашумевшего постановления об оплате общедомовых расходов, были отосланы и карельским депутатам, и даже в Москву. Хочу сказать, что на все обращения мы получили ответы. Мы предлагали внести изменения вот в это 354-е постановление и вносили свои предложения. И мы рады отметить, что многие эти предложения, которые мы вносили совместно с городским поселением, были учтены. В то же время порой участникам комитетов приходится своими силами наводить порядок на своей территории. Это в частности касается Петрозаводского комитета, озаботившегося подготовкой лыжной трассы «Фонтаны», осенью этого года и организовавшего «Субботник». Городская администрация фактически завалила в прямом и переносном смысле подготовку этого важного для горожан объекта к зимнему сезону. Многие общественники приняли участие в этом мероприятии. За полтора дня трасса была расчищена. Я уверен, что городу Петрозаводскому администрации понадобилось бы как минимум несколько месяцев. Не потому, что там плохо работают, а есть определенные рамки законодательства, в которых работать должна любая администрация. В остальных районах также есть успехи. Медвежегорскому комитету удалось решить вопрос об организации двух автобусных остановок в поселке Великая Губа. Вопрос этот, к слову, власти не могли решить в течение 10 лет. В Петкеранском районе сдвинулось с мертвой точки решение проблем с освещением и ремонтом дорог в поселках. Как минимум, глаз народа был услышан властью, а в некоторых случаях дороги, на которых настаивали общественники, были включены в программу ремонта на следующий год. В то же время собравшиеся обратили внимание на отсутствие нормативных актов, которые бы регулировали работу комитетов. Имея тот опыт, который есть, мы могли бы более активно обсудить за круглым столом проблемы по подготовке в законодательном положении об общественном контроле, о котором говорит Владимир Владимирович, наверное, у нас могли бы быть достаточно толковые предложения. По словам Александра Худиланина, любые инициативы, направленные на улучшение жизни в республике, будут правительством поддержаны. Что же касается встреч, то глава Карелии отметил, что собираться вместе и обсуждать единые для всех общественников проблемы будут как можно чаще. А заодно предложил проводить при необходимости и выездные встречи. 11 лучших спортсменов Карелии получили стипендии главы республики. В правительстве Александр Худиланин вручил специальные сертификаты кандидатам в сборные команды России по видам спорта, которые включены в программу Олимпийских игр. 11 лучших спортсменов элиты карельского спорта. Мастера и кандидаты в мастера по спортивной гимнастике, тхаквандо, академической гребле и настольному теннису сегодня готовы к новым победам. Александр Худиланин поблагодарил спортсменов за их труд и стремление добиваться новых высоких результатов. Тренеры у нас есть, кумиры это вы. Будем пропагандировать ваши достижения. Поэтому еще раз огромное спасибо и надеемся, что вы высокое знамя Карелии будете на Олимпийских играх нести достойно. Сами ребята отметили, что возможностей заниматься спортом становится больше с каждым годом. Строятся новые залы, открываются клубы настольного тенниса. У нас очень хорошие тренера в Карелии. И как я отношусь к этому, я двумя руками за, обеими руками за, за то, чтобы популяризация шла дальше. Да, теннис развивается в Карелии. Стипендия главы – 100 тысяч рублей. Тем более приятно ее получить к Новому году. Ребята уже думают, как рационально распорядиться деньгами. Съездить, отдохнуть. То есть деньги не только мне пойдут, но и в семью. То есть найдем, как распорядиться. В Карельском отделении Общероссийского народного фронта обсудили перспективы улучшения инвестиционного климата региона. Заседание, в котором приняли участие члены движения и представители правительства Карелии, было посвящено роли народного фронта в жизни республики и привлечению инвесторов в регион. Сопредседатель Карельского отделения ОНФ Юрий Пономарев рассказал о недавней поездке членов регионального отделения на Всероссийскую конференцию движения. По его словам, участники форума в присутствии федеральных министров и заместителей председателя российского правительства не боялись поднимать самые острые вопросы. Очень много было выставлено критических замечаний. Министров было, честно говоря, жалко, потому что на многие вопросы они не могли ответить, а народ требовал ответа. Но в конце концов пришли к какому-то консенсусу, выработали определенные рекомендации от каждой секции. Они были переданы на другой день президенту страны Путину. Что касается региональной тематики, то на этом заседании в центре внимания оказалось привлечение инвестиций в Карелию. Своё мнение высказали генеральный директор ОАО Корпорации развития Карелии Всеволод Силицын и министр экономического развития региона Валентин Чмиль. В частности, речь шла о том, чтобы активизировать участие малого и среднего бизнеса в инвестиционных проектах, для чего необходимо создавать соответствующие условия. Проблема эта не только региональная, подчеркнул Валентин Чмиль. Участие в её решении Народного фронта наверняка принесёт свои результаты. Участники заседаний в Петрозаводске уже выдвинули ряд предложений, которые были оформлены в протоколе. 7 тысяч квадратных метров площади, инвестиции в 300 миллионов рублей, 235 новых рабочих мест. Накануне в Кондопоке открылся торговый и досуговый центр. Это первый гипермаркет в районе республики. Побывал на открытии и глава Карелии. Все подробности в нашем материале. Здание досугового и торгового центра, над дизайном которого трудили специалисты Международного архитектурного бюро, возведено в центре Кондопоги напротив Ледового дворца. Для удобства кондопожан предусмотрена вместительная автостоянка, эскалаторы и лифт. Вообще прекрасный магазин, конечно. Для Кондопоги это супер. Много очень отделов, красиво оформленные. Хорошо. Очень хорошо. Леско ходить, сберкассы открыли с продуктами. На двух этажах расположились продовольственный супермаркет, магазины по продаже одежды и обуви, отделы электроники и бытовой химии, отделение банка и аптека. Глава республики отметил, что постоянную работу здесь смогут найти 235 кондопожан, что для моногорода очень важно. Инвестиции, о которых мы говорим длительное время, они вот они. Они появляются в районных центрах, они появляются в Петрозаводске, они появляются в Карелии. Центр построили не только для торговли, но и для семейного отдыха жителей Кондопоги. Поэтому помимо магазинов в нем разместились кафе и детский лабиринт. А теперь к другим событиям в республике. В Карельской столице до 31 декабря будут демонтированы 43 старых фонаря в парке культуры и отдыха. Соответствующее представление прокурора Петрозаводска было вынесено в середине декабря после проведенной проверки состояния опор уличного освещения. Финансирование мероприятия будет осуществляться извне бюджетных источников. Полицейские Карелии в преддверии Нового года напоминают, Нарушать тишину нельзя в период с 10 часов вечера до 8 часов утра, даже если речь идет о праздниках. Запуск женачных фейерверков может обернуться штрафом до 2000 рублей. При этом всем желающим разрешается устраивать салюты в нерабочие праздничные дни с 1 по 5 января с соблюдением всех правил безопасности. Снежных скульпторов приглашают на Гиперборею 2014. В конкурсе могут принять участие профессиональные и любительские команды численностью не более трех человек. По результатам конкурсного отбора эскизов будут выбраны по 10 команд в номинациях «Ледовая скульптура», «Снежная скульптура» и «Снежная детская скульптура». В Петрозаводске побит многолетний температурный рекорд, причем в декабре погодный максимум дважды обновился. Как сообщает интернет-журнал «Республика», 25 декабря 1938 года в Петрозаводске была зафиксирована температура воздуха 3,2 градуса. Вчера же столбики термометра поднялись до отметки 3,4. Еще один погодный рекорд был побит 17 декабря, причем почти на 1,5 градуса по сравнению с максимумом 77-летней давности. Столбик термометра показал почти 4 градуса выше нуля. Из-за аномально теплой погоды лед на водоемах республики до сих пор слишком тонкий. Уже три человека погибло в Карелии, провалившись в ледяную воду только в декабре этого года. МЧС предупреждает, обстановка на озерах крайне опасная и выходить на лед запрещено. Между тем, вчера наша съемочная группа была шокирована увиденным в Сартовале. Более десятка рыбаков, сидящих, как ни в чем не бывало, у лунок в районе моста через залив Ля-Пеярви, явно подвергая свою жизнь опасности. Рядом с мостом в залив вытекает грязная вода ливневой канализации. Видны промоины и трещины. По радио спасатели регулярно предупреждают о опасности. При плюсовой температуре лед обманчив, он становится рыхлым. Его толщина на Ладожском озере сейчас 5-6 сантиметров. Особенно опасно в местах сильных течений. По нормативам, выход на лед возможен для людей при толщине льда не менее 7 сантиметров. В данных условиях выходить на лед нельзя. Лед не соответствует всем нормам, чтобы выходить на него. Спасатели также обращаются к родителям и учителям рассказать детям об опасности выхода на лед в это время. Несчастные случаи гибели детей в других регионах уже открыли печальную статистику. Я бы рекомендовал родителям провести профилактические беседы со своими детьми в преддверии новогодних праздников, чтобы они ни в коем случае не лезли на водоемы. Спасатели МЧС совместно с полицией планируют провести рейды во всех районах. По закону штраф за выход на лед в запрещенный период от 100 до 500 рублей. Искрометный юмор и великолепная игра актеров. В эти выходные в Театре драмы «Творческая мастерская» состоится премьера комедии «Баба Шанель» по пьесе екатеринбургского драматурга, актера и режиссера Николая Калиды. Узнаваемые характеры и темы разговоров, комические и фарсовые ситуации – все это в режиссуре заслуженного артиста Карелии Андрея Тупикова и в исполнении актрис старшего и молодого поколений. На репетиции спектакля побывал и наш корреспондент. Все пять солисток самодеятельного ансамбля русской песни «Наития» при Доме культуры для глухонемых недовольны появлением Розы Николаевны Глухих. Руководитель хора, предмет всеобщего обожания участниц ансамбля, «Баянис Сергей» предлагает поставить в центр молодую и красивую солистку, а их, наоборот, сместить. «Вот тут, на заднике, далеко-далеко, в темноте!» С появлением Розы Николаевны, существовавшее ранее в ансамбле «Благостное настроение» нарушается. Участницы коллектива пытаются отстоять свое место в хоре. В спектакле есть как серьезные вещи, так и комедийные. Вернее, даже актерско-хулиганские, как называет их известный московский режиссер Андрей Тупиков. Актеры поют, танцуют. Самое главное здесь – это все-таки не социальный пласт, который, конечно, есть, а человеческий. Потому что эти семь действующих лиц все без исключения одиноки. В основном этот спектакль про одиночество, хотя по жанру это комедия. Взять хотя бы Сару Абрамовну, которую всю жизнь проработала ревизором. Своё одиночество она прячет за стихами. «Я знаю, в этой битве пасть не мне, прелестный трус, но, милый юноша, за власть я в мире не борюсь!» Она увлекается Ахматовой и Цветаевой. И среди моих знакомых есть такие люди, которые не просто сопричастны к этим поэтам, они ещё и чувствуют одинаковость судьбы. Ну, помните, Пушкин умер, Лермонтов умер, и мне не здоровится. В юбилейном спектакле блистают любимые зрителям артисты старшего поколения творческой мастерской, которые стояли у его истоков – Елена Бычкова, Тамара Румянцева, Людмила Зотова, Галина Москалёва. Во многом именно поэтому была выбрана именно эта пьеса, чтобы дать им возможность сыграть большие и значительные роли. Премьера спектакля «Баба Шанель» пройдёт в предновогодние дни 28-29 декабря. И это все новости к этому часу. Смотрите нас также в интернете по адресу sampo.tv. А я, Наталья Порукова, с вами прощаю. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин